Привет, с вами Дезертир, и это наконец-таки мой большой огромный спешл, где я расскажу вам, чем забит у меня айфон, что на нём установлено, какие игры, какие программки. Поехали! Наверное, начну по порядку, рассказывать, что у меня установлено и что где находится, то есть вот такая у меня своеобразная сортировка выполнена на экране, в папочке Apple, естественно, все программки от Apple, которыми я частенько пользуюсь. Это напоминание, гейм-центр, пасбук, погода, видео, неправильно сказал, не часто пользуюсь, наверное, которые мне просто не нужны в основном. Здесь находятся подкасты, iMovie, контакты, диктофон, ну то есть то, что мало используется, но девать было некуда, поэтому засунул сюда. Что у меня здесь на первом экране? Kiwi Visa Wallet, да, то есть что это такое? Это управление электронным кошельком, обновление списка, упс, пардон, у меня не подключен интернет. Кстати, почему я его выключил? Подключимся. Вот, это баланс 0, потому что недавно покупал что-то в App Store, не помню что. Вот, это что такое? Это вот очень офигительная тема, давайте о ней поподробнее расскажу. Вы можете с нее, значит, пополнять свой сотовый телефон, баланс, да, можете что-то покупать в интернет-магазинах, оплата ЖКУ Москвы, да. Вот такие сообщения в скайпе, в контакте, это стоило только Wi-Fi включить. Вот, то есть здесь очень много можно всего делать, а я его использую, например, для чего? Можно создавать Kiwi Visa Virtual, да, вот здесь вот есть номер карты, но он засекречен, естественно, то есть чтобы его нельзя было взломать. Это очень удобно, ты создаешь эту карту, перечисляешь на нее деньги и через эту карту можешь потом уже покупать что-то в App Store. Это обалденно удобно, так что всем настоятельно рекомендую. Дальше что? Google поиск у меня здесь установлен. Его я в основном использую для того, чтобы что-то быстро найти, чтобы не заходить в Safari и не вбивать что-то в поиски, да. Вот здесь прямо берешь, там или голосовой поиск, например, парикмахерский в Домодедово. То есть он отлично распознает голос вообще, и вот он сразу выдает прям первую страничку, парикмахерский, салоны, и мы поехали смотреть, да, что у нас здесь и как у нас. Смотрим адреса, смотрим и так далее и тому подобное. Охрененно удобно. Дальше, ну музыка понятна. Меломан, что за программка? О ней рассказываю более подробно. А здесь она работает через популярную социальную сеть ВКонтакте. То есть что она делает? Все аудиозаписи, которые у вас добавлены в ВКонтакте, вы включаете ее, заходите, вводите свой логин с паролем, и она вам показывает все аудиозаписи. То есть вы можете их здесь слушать, либо же вы можете нажать, допустим, на звездочку. Сейчас звездочка будет наполняться, это означает, что песня скачивается, вот. И теперь она находится в избранном. Что значит, когда находится трек в избранном? Вы когда без интернета, да, где-то в пути, где-то в лесу, например, в дороге, да, дабы не тратить деньги на 3G или 3G, например, вообще отсутствует, вы заходите сюда, нажимаете, и песня играет без интернета. То есть она скачивается в саму программу. Это офигенно удобно, я этим постоянно пользуюсь, чем всем рекомендую. Единственное, но вы, наверное, заметили то, что она, ну, не оптимизирована под iPhone 5, поэтому экранчик как у 4S. Но я не считаю это минусом, на самом деле. Надо ее сейчас выключить. Знаете, что заметил? На 4S и на 5-ом iPhone почему-то у меня вот с этой программой связана такая офигенная фигня, когда... Офигенная фигня, круто сказал. Вот. Когда заходишь в эту программу Кумиломана, из нее потом выходишь, то громкость всех звуков, потом и звонка, и щелчки клавиатуры, и когда ты блокируешь, разблокируешь, да, они становятся почему-то на уровне громкости самой программы. Я не знаю, с чем это вызвано, но, к сожалению, имеет место быть. Дропбокс я, наверное, ну, давайте расскажу, потому что, не знаю, ну, как бы, мне кажется, все уже знают, что это за программка. Программка типа такой интернет-хранилища, то есть вы что-то заливаете сюда с iPhone, допустим, сделал фотографию, да, нажимаешь плюсик, upload here, выбираешь, допустим, вот эту потрясающую фотографию, upload, вот она заливается. Потом, допустим, на Mac, на Windows, вы устанавливаете эту же программку, у вас появляется на рабочем столе, не на рабочем столе, а в директории, по-моему, по-моему, где мои документы заходишь, там появляется папочка Dropbox, вы в нее заходите, и там все фотографии, все то, что вы можете скинуть, все находится там. То есть это очень удобно, скинул PDF-ку туда, заходишь с iPhone здесь сюда, например, BAMS, разные, где-то у меня здесь была PDF-ка какая-то, я ее удалил, но вот, а, вот она. Вот, и она будет загружаться, загружаться будет сеть долго, потому что она очень много весит, ну, в общем, не суть, важно, да. Вот такой принцип работы программки, мне очень нравится. Фонарик, ну, обычно фонарик включает вспышку, выключает вспышку, Speedtest проверяет интернет соединением, тоже не оптимизировано, больше не поддерживается разработчиками, в общем, такая вот печальная с ней история. Evernote, это офигительные заметки, которые синхронизируются через свой сервис, это очень удобно, мне, например, это всегда помогает, у меня сейчас заметок нету, ух ты, ну, да ладно, раз уж зашли. Мне это, например, очень удобно помогает, потому что, не знаю, ну, здесь мне заметки нравятся больше, чем, например, даже вот тут, у меня тоже заметок нету, потому что нету ничего. Free Video, что это такое? Интернет пестрит, да, всеми разнообразными видео, и иногда хочется их скачать и посмотреть в оффлайне, дабы, чтобы не делать все это через компьютер, да, не подключать iPhone, не закачивать видео, не конвертировать его, да, как в некоторых случаях это бывает, и не закидывать потом через iTunes. Существует такая программка, ты заходишь на YouTube, к примеру, выбираешь какое-нибудь видео, и тупо его скачиваешь в эту же программку, то есть принцип действия, как у программы Meloman, то же самое, заходишь в оффлайне и качаешь ее. Так, дальше, ну, давайте, наверное, перейдем в папочку сообщества, что у меня здесь? Стандартное приложение, которым я постоянно пользуюсь, это VK.com, приложение для социальной сети ВКонтакте, YouTube, понятно, Instagram, что такое Instagram, многие, кстати, не знают, давайте объясню. Вот, видите, какие здесь замечательные фотографии у меня. Можно поставить было лайк, ну, ладно. Это фотосоциальные сети, вот так вот можно сказать. Ты делаешь фотографии, выкладываешь сюда, здесь на тебя подписываются, комментарии, лайки и так далее, и тому подобное. Отказался, наконец-таки, от стандартного приложения Twitter, которое встроено в телефон, да, сам, и предлагает скачать при подключении учетной записи, и купил твитбот за 99 рублей. И, честно говоря, вообще ни капельки не жалею, офигенно удобная программа, мне всем нравится, очень все удобно сделано. Читаю VK, естественно, понятно. Говорят, Forstall ушел и забрал с собой флэков с голдмастером iOS 6.1, и также унес все наработки по iOS 7, в основании займет 3 месяца. Такой трололо, он любитель у нас в этом плане повыеживаться. В принципе, наверное, все, больше на первом экране не о чем рассказывать. Переходим на второй экран. На втором экране что? Папочка игры, естественно, бросается в глаза Jetpack, Swampy, Subway Surf, Fruit Ninja, Gloofish, Blueprint 3D, Танчики 1990, Angry Birds Rio, кстати, пока что бесплатная в App Store, можете скачать ее полную версию. Temple Run 2, новая версия, которая вышла, и Виселицы, так скачал, тупо попарить себе мозги. Об играх я расскажу, если вы этого захотите, пишите в твиттере, если вы хотите, чтобы я рассказал подробнее об играх, сделаю на каждую игру обзор, но все это будет в одном видео. То есть те игры, которые сейчас стоят, на них на всех сделаю обзор, если вы хотите, в одном видео. То есть я не буду на каждую игру делать свой обзор. Дальше. Фото и видео. Сюда я специально накидал все программки, которые связаны с обоями, с обработкой фото, с всякими видеоэффектами и так далее. Расскажу подробнее про программку TiltShift. Что это такое? Она позволяет снимать фотографии примерно вот такие. Я вам покажу пример, а дальше вы уже сами разбираетесь. То есть вот вы видите собачку. Мы ее зумируем. И видим то, что она снимает типа как профессиональный фотоаппарат, когда фокусируется конкретно только на морде. Все остальное остается расплывчатым. А программка... Кстати, программка. Про программку Demon Cam. Я не буду ее запускать, она опять же не оптимизирована под iPhone 5. Я вам покажу, что я с помощью нее сделал и что вы можете с помощью нее сделать. Вот такую вещь. То есть вот такие вещи можно делать через программку Demon Cam. Action Movie. Популярная программа. Я на ней купил даже практически все дополнительные эффекты, которые там в ней есть. Потому что она реально офигительная. Можно неплохо подколоть друзей. То есть, допустим, ты снимаешь какого-то друга со спины, да, или снимаешь часто, очень прикольно, на котором я большинство всего угораю, снимаешь чью-то машину, потом накладываешь определенный эффект, заходишь в программку, ну, накладываешь определенный эффект и бамс, показываешь другу, как стоит его машина. Ну, в его машину влетает ракета, машина взрывается, вдруг в шоке. Вот. Авиари. На самом деле, очень давно не пользуюсь этим редактором, потому что, да не знаю, мне нет как-то смысла от него. Вот. Не нахожу особой в нем надобности. Ну, короче, фоторедактор тоже накладывает эффекты и так далее, и тому подобное. Pimp My Screen. Что это за программка? Это офигенная программа, но очень мало она обновляется. Вы здесь можете выбирать разнообразные обои на свой телефон, то есть, с полочками, с иконками, хомскрины, неон комбо, то есть, вот такие тут разнообразные обоинки. То есть, ну, прикольно сделано. Допустим, я все время захожу в New и смотрю, что появилось нового. Прямо появилось, допустим, вот она мне нравится. Нажимаю на Save, и она скачивается. Можно нажать на Preview, и показывает, как будет выглядеть альные обои с иконками. То есть, ну, прикольная программка, на самом деле. Не буду ее никому советовать, но кто захочет обои, тот скачает, купит. Вот это Stage Fee. Что это за программка? Ну, вы видели, да? Она накладывает усы. То есть, да, отстань ты от меня со своим... Можно выбирать разнообразные усы, шеврон. Вот это самая прикольная программка, которая заставляет реально посмеяться. Сфотографировал друга, а потом его подколол. Так, походу, надо купить, да? Не будем покупать. Ну, в общем, принцип вы поняли. Берешь, фотографируешь друга, и потом приделываешь ему усы, как у Минхаузена. Не знаю, фановая программка поставила для того, чтобы, опять же, поприкалываться. Game Your Video. Я ее не буду запускать, объясню вкратце, что она делает. Она позволяет накладывать видео на видеоэффекты разнообразные. То есть, как фотоэффекты, как обработка картинки, фотофильтры и так далее. Sketch. Сейчас в последнее время стало что-то как-то непонятно работать. Я ей не перестал пользоваться. Group Shot поставил только вчера. Даже еще не запускал, не разобрался, что за программка. Но, судя по описанию, она позволяет делать групповые фото. То есть, допустим, ты сделал фотографию, у тебя человек стоит здесь. Потом ты делаешь такую же фотографию, у тебя человек стоит здесь. Они компонуются, и получается одна фотография, где два человека одинаковых могут стоять рядом. То есть, примерно такая. Fish Eye. Что за программка? Она, ну, рыбий глаз. То есть, это как оптическая тема такая используется. Но я сейчас не покажу, иначе телефон придется приподнимать. Поэтому я не буду этого делать. То есть, использует как некий оптический эффект такого, как объяснить, увеличения по краям, по бокам или в центре. Я не знаю, как это правильно сказать. Но, в общем, она фришная. Поставьте, и вы сами увидите и поймете. Дальше. Wallpapers. Ну, опять же, из названия понятно, что здесь обои. Причем обои прикольным категориям. Нажимаешь фильтры и набираешь, например, обои. Копал. Он прям вот эту обои наберешь, нажал. И перелистываешь, какая тебе обоина понравилась. Выбрал. Сохранил, опять же. И так далее, и тому подобное. Вот. Это все, что касается видеофото. В навигации традиционно, как всегда, набор непонятно чего, непонятно для чего скачан. Навигатор. Я им пользовался еще, когда карты были не оффлайновые. Сейчас карты можно скачать оффлайн. И вообще все шикарно. Метро, опять же, от Яндекса приложение я поставил. Ну, потому что иногда приходится оказываться в этой чудовищной подземке. Дубль ГИС почему поставил? Потому что, ну, она интересно сделана. И там тоже есть оффлайн-карты. И, ну, знаете, так смотреть, да, как она, как проект развивается. Тоже очень интересно. Ту-ту. Ту-ту, как-то я странно сказал. Ту-ту.ру. Это расписание электричек. То есть ты сюда заходишь, он показывает место, где ты находишься. Смотришь, допустим, куда тебе надо ехать, во сколько и так далее, и тому подобное. Ну, вот. Выбираешь город, Москва. Откуда едем, например, Москва. Куда едем? Допустим, лагерный. Он выщет электрички, показывает расписание. И, ну, на самом деле, это офигительно удобно, чтобы не приезжать, как у нас в городе реализовано, на станцию, не смотреть расписание. Google Maps скачал, например, тоже посмотреть, как будут развиваться карты от Google на iOS-устройствах. Но, на самом деле, не скажу ничего про эти карты хорошего и ничего не скажу плохого. Непонятные карты. Я не понимаю их вообще назначения, когда есть Яндекс-карты, те же, да, или Дубль ГИС. Вот. Поехали дальше. Сунор. Что это такое? Это такой интересный ежедневник, который пока что только обработан на 4С, оптимизирован. То есть здесь такой вот кружочек. Ты, допустим, вводишь в него описание. Оп, работа там, допустим, сделать что-то. Я не знаю. Например. Оп, появилось. И вот так вот ты можешь разнообразить, создавать разные цвета вот этим вот менюшкам. Цвет, например, выбираешь. Пусть будет такой зеленый. Оп. То есть такой своеобразный ежедневник. На самом деле купил, потратил 33 рубля по рекомендации другу, а потом она оказалась тупо бесполезной, потому что нашел Оверноут и... Ну, как бы, остается жить. Все-таки не зря потраченные деньги. Рингтоним скачал по акции. Для чего программка служит для создания рингтонов. По ней я ничего не буду рассказывать. Разберетесь, если захотите, сами. Тюн-ин радио. Купил специально про-версию, потому что очень люблю слушать интернет-радио, особенно Hardstyle, Dancecore. Кстати, наконец-то она оптимизирована под iPhone 5. Но, к сожалению, пока что у меня здесь нет ни одной радиостанции-фаворити. Так, иногда слушаю там разнообразные, там, Maximum, например, вот я люблю. Берешь, хоп, и она начинает играть. Для этого используется интернет, естественно. То есть можно либо в хороший 3G, либо Wi-Fi. Да, Maximum не хочет играть. Он вуферизирует постоянно, и все. Кстати, тут частенькая проблема, почему-то, именно с этим радио. Например, если включить радио, я не знаю, какое, например, вот Relax FM, мягкий джаз. Ну, вот оно вообще не хочет работать. Неудачно, например, авторадио. Что-то фейлится, да? Как-то я чувствую обзор этого приложения. Как-то что-то не хочет оно играть. Я не знаю, почему на самом деле. Но что-то он не коннектится ни к одному радиоинтернету. Ну, вроде работает, все хорошо. О, свершилось чудо. Хоть одна радиостанция работает. То есть можно записывать, но это в Pro-версии только. Можно записывать и потом слушать, например, то, что ты записал. Поехали дальше. Shazam. Программка для определения музыки. Играет какой-нибудь трек ты запускаешь, подносишь к источнику звука телефон, он определяет трек. Ultra. Кстати, что самое интересное, в Shazam можно сразу купить ее в iTunes. Потому что iTunes в России запустился. Здесь набор всяких разных утилит. Флешлайт, фонарик, естественно. Такую кнопочку включается. Включается. Знаете, просто набор разнообразных утилит. Калькулятор, рулетка. Что это такое? А, это уровень. То есть. Ну. Такой, знаете, набор утилит на случай вдруг пригодится. Ой, пардон. Act Monitor. Показывает спецификацию телефона, показывает, сколько оперативки занято, показывает, сколько будет работать батарея, да, на сколько процентов. Показывает трафик, сколько у тебя скачано. И можно, что самое интересное, посмотреть спецификации всех телефонов. То есть, например, сейчас у меня iPhone 5. Можно посмотреть его спецификацию полностью, что в нем стоит. И просто для разнообразия сравнить с 4S. Что было в 4S. Такая программка интересная. Системка QR-ридер. Программка для считывания QR-кодов. Очень редко использую. Из гороскопа, кстати, постоянно читаю, постоянно уссываюсь над ним, потому что он не совпадает. iGuides. Приложение для чтения новостей с сайта iGuides.ru. Всегда стараюсь быть в курсе событий. Он появился новый, новый смартфон Motorola X представляет на Google I.O. Постоянно стараюсь быть в курсе событий, так же, как и слежу за Apple Insider. То есть, постоянно читаю новости про Apple. Voice Changers. Что это такое? Программка на самом деле глупая. Я, по-моему, его даже тоже покупал. Хотя, буквально через дня-два нашел бесплатный абсолютно аналог этого приложения. И просто потом жалел, что зря потратил деньги. Что эта программа позволяет делать? Ну, давайте зайдем в библиотеку. Здесь у нас очень много чего записано. Что-то как-то не полностью слышно было. Не знаю, что смешно говорить еще. Выбираем этот файлик. И накладываем на него разные эффекты. Например, чтобы произнесли все в обратном. Ну, я не знаю, вам слышно или не слышно. Давайте сделаем еще громче. Ну, я не знаю, вам слышно или не слышно. То есть, можно просто пипец как издеваться. Например, вот так сказать. Привет, с вами дезертир. Что здесь прозидим нам, вставим? То есть, ну, это очень смешно. Привет, с вами дезертир. Можно вот так вот приказываться, издеваться. Программка чисто для фана остается жить. Рецепты. Скачала на самом деле только для того, чтобы смотреть рецепты. Опять же, она вот, блин, не оптимизирована под iPhone 5. Интересно так иногда, когда... Анимацию, видите, прикольную, да? Оп, двинул. Качается. Я думаю, не стоит ничего объяснять. Так все понятно. Сборник рецептов и всего такого. То есть, если вы холостяк живете один, берете, читаете, готовите. Кинопоиск для просмотра информации о кино. Допустим, выходит какой-то новый фильм. Прямо здесь, хоп, зашел, посмотрел, почитал. Вот, фильмы, которые есть. Здесь также интересно, можно посмотреть, что скоро выйдет на DVD или Blu-ray. Я всегда смотрю, что выйдет, естественно, на Blu-ray. Потому что на Blu-ray вот 17 января выходит «Григад наследник» этот отстой. Например, можно посмотреть, что сегодня находится в кино. Джанго освобожденный, кстати, у него бы сходил с удовольствием. Но пока времени не хватает из-за личных планов. Вот, браузер Google Chrome поставил ради эксперимента. Просто для того, чтобы посмотреть вообще, что за браузер, потестировать. Остается жить. Переводчик. Переводчик от Google. Опять же, не оптимизирован под iPhone 5. Пока что им не пользовался, но поставил на случай того, если он мне понадобится. И веру. Наподобие сайта megogo.net, по-моему, называется. И что он позволяет делать? Смотреть в онлайне фильмы. Смотреть в онлайне фильмы, сериалы. К сожалению, приложений megogo пока нету на iPhone. Так что приходится пользоваться и веру. Мюзик и веру, кстати, не пользовался ни разу. Не оптимизировано под iPhone 5. Но скачал, мало ли. Может быть, здесь найду какой-нибудь прикольный трек. Поехали на следующую страницу. Здесь у меня находится приложение «А вдруг что?». Например. Вот такая вот подкатегория. Яндекс.Маркет поставил для того, чтобы смотреть, например, цены на товары. Там средняя цена, да? Или просто посмотреть описание товара. Очень удобная тема для этого. Очень советую. Афиши, например, так же самое, как кинопоиск. Например, можно посмотреть... Вот видите, реклама, да? Проскакивает. Это здорово вообще. Можно, например, посмотреть кино, рестораны. Видите, сами, например, забронировать билеты. Это тоже очень удобно. А вторую, думаю, не стоит ничего объяснять. Приложение от сайта. Тоже, кстати, по-моему, не оптимизировано под iPhone 5. Ну, естественно. А вторую – это популярная площадка для продажи автомобилей. Авито – популярная площадка для продажи всего и вся. Наконец-то оптимизирована под iPhone 5, кстати. За это им большой плюс. Из рук руки объявление. Штрафы ПДД находятся для того, чтобы быть в курсе, да? За что тебе могут штрафануть или лишить, если ты нарушаешь. И понаехали. Ай, понаехали. Программка, на самом деле, полезная. Вводишь. О, добавили звуки. Прям как калькулятор. Вводишь код региона, и он тебе показывает, что это за регион. Кодекс РФ. Регулярно читаю, какие там есть изменения, чтобы быть в курсе, что у нас происходит с законами и всем прочим. Ай, регион, на самом деле, приложение то же самое, но здесь вот так вот. Это прикольно реализовано. То есть берешь, выбираешь. Регион. Найти. Оп, Новосибирская область. Но тоже остается жить. Аутентификатор, ничего не буду рассказывать. Экзамен ПДД скачал для того, чтобы потестировать себя. Посмотреть, насколько я сам знаю правила. А Покетлист, что это такое? Типа, опять же, какого-то ежедневника. Тоже скачал совершенно недавно. Даже еще толком не разобрался. Но, так, знаете, типа, тупо сравнить, чем отличается от Evernote. Радио. Это приложение, которое тоже позволяет слушать интернет-радио. Наподобие тюн-ин, но здесь в основном есть, я считаю, более полный список русских станций. Пожалуйста, Radio Modern Passage. То есть очень много радио. Тоже остается жить, потому что мало ли что. DJ, программка для диджеинка. Давайте ее покажу. Она перевернутая, я не буду переворачивать экран. Загружаешь сюда один трек, уйди. Загружаешь сюда один трек, загружаешь сюда другой трек и сводишь. То есть прикольно, можно повозиться, если заняться нечем. Отжиматор. Очень интересное приложение. Глючит почему-то на айфоне пятом и на этой прошивке. Я не знаю почему. Еще за каким-то хреном она зашла в гейм-центр. Вообще не понимаю. Это что за приложение? Вложите перед грудью и погнали отжиматься. То есть, к примеру. Вы всегда знаете, сколько вы отжались. Вот это, например, эти данные добавлены. То есть, сейчас мне в гейм-центре, друзья, видят, что я отжался 4 или 5 раз. Кардиограф. Программка для отслеживания биения сердца. Работа через задницу, честно говоря. Я не понимаю ее принцип. То есть, ты подкладываешь к задней камере со вспышкой палец. И она типа отсчитывает, какое у тебя сердцебиение. Наверное, потому что просвечивает палец. И видно, с какой скоростью двигается кровь. Наверное, так. Дальше. Опять же. Decide In. Забавное приложение. Скачал только вчера. Но офигел от того, что, блин, оно реально прикольное. Чем можно заняться, например, в свободное время? Приложение для тех, кто не знает, чем себя занять. Для тех, у кого нету своей точки зрения. Для тех, кто сам не может определиться с выбором. Ты выбираешь, чем тебе заняться в свободное время. Она тебе подсказывает театр. Например, что ты хочешь пойти поесть. Выбирает кухню. Сегодня мы будем, я чувствую, жрать по-итальянски. Да, это прикольно. Например, да заходи ты. Например, пойти на свидание с кем. Здесь можно самому, кстати, вводить имена. Но давайте крутанем, что там есть. С кем пойти на свидание. Вот такое забавное приложение. На самом деле, знаете, тупо себя повеселить и погадать. Ну и последнее приложение. Это CityLink. Это популярный магазин, где я, кстати, заказывал все свои запчасти для моего железного друга. То есть компьютер. Здесь прям каталог, комплектующий. И погнал смотреть, какие процессоры тебе нужны. Нажимаешь фильтр, вводишь, какие ты хочешь процессоры, хит, там какая цена, модель, сокет, по какой нанотехнологии сделаны и так далее и тому подобное. Очень удобно. Всем советую. Ну вот на этом, наверное, и все. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь в Твиттере, подписывайтесь на канал на Ютубе, читайте ВКонтакте. Удачи, пока, на связи. Спасибо. Спасибо.